Привет! Решил еще раз попробовать записать впечатление от книги по ходу ее прочтения. Например, когда прочитаю одну треть, две трети и книгу целиком. Вот, например, сейчас я читаю книгу Лалин Пол Пчелы, и она как ни странно о пчелах. И самое, что примечательное в ней, это то, что пчелы здесь не антропоморфные, они не похожи на людей, они самые, что ни на есть, пчелы. Казалось бы! Но у них тоже есть свое общество, как и у людей. У них своя иерархия. И вот знаете, как в «О дивномном мире» у Хаксли, у них здесь ни одна пчела не пытается противоречить тому, к какой касте она принадлежит. Главная героиня Флора 717 родилась уборщицей. И она обязана быть уборщицей, и у нее нет к этому никаких претензий. «Казалось бы, но наша героиня родилась аномальной». То есть она вышла слегка большой, умеет говорить. Здесь пчелы, в принципе, умеют говорить, но уборщицы, низшая каста, этого не умеют. Кроме нашей главной героини. Возможно, нам потом объяснят причину этого. Будем надеяться. Я пока прочитал чуть больше, чем одну треть. Еще одна причуда нашей главной героини в том, что она, оказывается, умеет перенимать способности других каст. Например, приводит ее в зал кормления, и она обнаруживает, что может кормить личинок. Ну, остальные уборщицы на это не способны и даже не пытаются. Потому что у них есть своя работа. К чему это приведет? А это приведет, скорее всего, к главному конфликту этой книги. Он уже потихоньку вырисовывается. Но что будет дальше, узнаем, когда прочитаем две трети. Привет! Я прочитал уже две трети книги «Пчелы» Лалин Пол. И сейчас надо придумать, чтобы такого рассказать. Ну, во-первых, мне это напоминает сразу два типа книг. Первый – это знать такие приключения из жизни животных. Когда автор пытается показать, как животные, которых он изображает, взаимодействуют с другими. Ну, вот, например, Лалин Пол пытается показать, как пчелы взаимодействуют с осами, пауками, муравьями, всей живностью, которая находится рядом. И с людьми тоже. А с другой стороны, ты понимаешь, что, когда речь идет о пчелах в данной книге, речь идет о тоталитарном обществе. Потому что роль отдельной пчела не играет никакой роли по сравнению с ценностью улья, королевы. Вот это вот. Что здесь происходит с главной героиней? У нее до сих пор конфликт с ульем. Ну, пока еще не особо обостренный, но здесь, как и в любом тоталитарном романе, есть что-то вроде «Тайной полиции». И я чувствую, что за ней тоже упорно следят. Потому что она, ну, как было показано в самом начале книги, не такая, как все. Но помимо этого личного конфликта, приближается зима. И у пчел проблема, потому что нектар найти сложно. Трутни до сих пор объедает весь улей. И приходится чем-то жертвовать. Жертвы оказываются неожиданными. Флора 717, главная героиня, узнает много нового о строении общества. И, в отличие от остальных пчел, вообще начинает в это вдумываться. То есть, она как-то поднимается над всем остальным обществом. И посмотрим, к чему это приведет. Я тут почитал Википедию про отдельные типы пчел. И что-то я чувствую, что ничем хорошим это не закончится, если Лалин Пол продолжит действовать в духе науки. В духе того, что на самом деле известно о пчелах. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Пока мне нравится. Это, знаете, это не какая-то великая такая книга, которая вот станет классикой и все такое. Но ведь не каждая книга должна быть такой. Книги должно быть интересно читать. Мне интересно читать пчел. Здесь вообще каждая глава заканчивается клиффхенгером. Ты думал, что вот ты сейчас дочитаешь эту главу, займешься чем-нибудь другим. А тут хоба! И ты думаешь, господи, как теперь не прочитать следующую главу? И так далее. Я дочитал Пчел, Лалин Пол. И советую прочитать всем остальным. Хотя, как я уже сказал, это книга не первостепенной важности в мировой литературе. Но вот когда будете читать основные антиутопии Оруэлла, Хаксли и, допустим, Брэдбери, включите в список хотя бы для сравнения Пчел, Лалин Пол. Потому что эта антиутопия довольно оригинальная, честно. Потому что она построена совсем на других принципах, хотя и очень похожих на человеческие. Что еще сказать? Я вроде уже все остальные хвалебные слова говорил в прошлых видео, когда прочитал третий, две трети. Написано легко, клиффхенгеров хватает. Может быть, чуток переизбыток их. Концовка неожиданная. Надеюсь, это не спойлер. Все. Читайте, делитесь книгами в комментариях, какие мне прочитать, какие книги вам понравились в последнее время. Ну и ставьте лайки, дизлайки, чтобы я получал обратную связь. Пишите комментарии, потому что мне нужно знать, что мне следует исправить, допустим, в видео. И ваше мнение вообще обо всем этом. Можете так и быть, не делиться с друзьями и не нажимать на колокольчики. Все. На этом пока.